Добрый вечер всем. У нас сегодня с вами семинар программирования на языке C, с чего начать изучение. Мы вкратце рассмотрим основы, как бы старт, с чего мы начинаем. Ну и у нас еще такая тема, которая плавно переходит с темы начала изучения, использование функции языки C, потому что функция язык C процедурный и функция это основа основ. Итак, меня зовут Качев Виктор Федорович, я преподаватель курса программирования на языке C. Ну, общий опыт в IT-отрасли уже 25 лет, разрабатываю приложения на C, C++, Python и, в общем-то, давно уже веду занятия в учебном центре специалистов. Ну, подробную информацию вы можете посмотреть на сайте. Значит, наш курс входит в линейку курсов программирования и системы управления базой данных. Ну, если вы посмотрите, да, у нас курс, он такой краеугольный, программирование на языке C. И C это азбука программирования, в принципе, язык достаточно уже старый и прошел проверку времени, но после языка C он является как бы базой для изучения всех остальных языков. И видите, после языка C, какая у нас распространенная линейка, то есть можно изучать линейку C, то, что потом было после C, C++, C Sharp и так далее. В общем, все, вся линейка программирования, краеугольный камень может являться язык C. И также у нас еще есть курсы для школьников. Ну, это немножко попроще, немножко подоступнее школьникам тоже, чтобы они, если кто дальше выбирает свою профессию программиста, чтобы они овладели азами языка C, и не только азами, но и научились программировать. Итак, программирование языки C. Язык C, в общем-то, достаточно старый язык, один из самых старых языков. Он прошел проверку времени, создан в 1972 году сотрудником фирмы Bell Laboratories Денисом Ричи при разработке операционной системы Unix. Но, в общем-то, успех создания и применения языка превзошел все ожидания, и если он создавался изначально для того, чтобы заменить язык ассемблера, низкорбное программирование языка машины года, то потом он был перенесен на все платформы, и с успехом, и в тогдашней MS-DOS, и сейчас Windows, он успешно стартовал, успешно используется, он универсальный, на нем, в общем-то, можно сделать все. Он достаточно лаконичный, в нем всего 32 ключевых слова, это слова, которые зарезервированы в языке C, или служебные слова, мы рассмотрим, поговорим чуть о них. 32 ключевых слова в стандарте C89, это 89-й год, первый стандарт был C, 37, C99-й, 99-й год, ну и стандарт C11, C17 и стандарт C18, но он такой, как бы, в виде черняка, есть в интернете, планируется стандарт C20, всего 44 слова, но и в то же время это очень мощный язык программирования. Сейчас он представляет собой кросс-платформенный язык общего назначения, в него можно и писать программы, которые относятся к системам программирования, это компоненты операционных систем, компиляторы, трансляторы, библиотеки и также в прикладном программировании. Несмотря на то, что языку C почти уже 50 лет, он до сих пор пользуется популярностью. Посмотрите, рейтинг по использованию этого языка. Вот вверху, сейчас я вам загружу сайт, те об индекс, вот, посмотрите, пожалуйста, да, октябрь 2019 года. Это вот сейчас, и если мы посмотрим, то C у нас идет на втором месте по использованию, несмотря на то, что есть Python, C++, C Sharp, технологии .NET, да тот же Objective-C. Вот, и видите, все языки, они как бы отстают. Вот, вот, если мы возьмем C, вон она, эти, черный, он почти идет вровень, ну, где-то больше, где-то меньше, конкурируя с Java. То есть C до сих пор в теме и до сих пор развивается. Сейчас возвращаемся. С чего начинать изучение языка C? C, как я сказал, C является базой для всех языков. Ну, вообще изучение языка программирования, как обычного языка, оно похоже на изучение обычного языка, и оно начинается с алфавита, так же, как в обычном языке. Мы учим, когда иностранный язык, мы из букв складываем слова, потом строим предложение, так же и здесь алфавит, изучая, начинается с алфавита, это фиксированный для данного языка набор символов, букв, цифр, специальных знаков, которые могут быть использованы при написании программы. То есть, допустим, мы переменные обозначаем там букву X, Y, и вот можем не X, Y, можем 2X, а можем переменные обозначить каким-то словом. Язык C является чувствительным регистром, то есть, во многих языках, неважно, мы напишем А прописную или А строчную, это важно, то есть, А прописная, А строчная будет разная. И символы складываются в лексемы, как в обычном языке буквы складываются в слова. Лексема – это единица текста программы, расположенная между символами разделителями. Это как воспринимается, мы сейчас на программах посмотрим, как воспринимается что-то как единое целое, и по смыслу не может быть разделено. Это идентификаторы, которые обозначают переменные, ключевые слова, константы, опять же, знаки операции, плюс, минус и так далее. Алфавит языка C в соответствии с последними современными стандартами, естественно, мы основываемся на последних стандартах. Это стандартные буквы латинского алфавита, 10 цифр, 29 спецзнаков, которые, мы видим, можно набрать на клавиатуре, и комментарии. Значит, одно дело текст программы, другое дело комментарии. Вы пишите текст программы, ну, слова и ключевые слова, служебные слова, они очень похожи на английский язык сейчас. Вот, но вы в программу можете ставить свои комментарии, и вот в них может использоваться русский язык. То есть комментарии – это то, что вы пишете, ну, себе какие-то заметки, чтобы потом, особенно когда, если вы поглядите на программу, там через какое-то время, вы отладили программу, сделали ее, все, она уже хорошо работает, замечательно. Ну, через какое-то время вам потребуется ее модернизировать или исправить ошибки, пользователи обнаружили в процессе этого. И чтобы вам быстрее вспомнить, понять, и опять же, чтобы другому программисту понять, что вы делали, ну, полезно вставлять комментарии. Комментарии – это последовательность символов и знаков, ограниченными вот такой наклонной чертой и звездочкой с одной стороны, и наклонной четвертой звездочкой с другой. Видите, он сейчас в современных компиляторах комментарии выделяются цветом, то есть он начинается с одного символа и идет, пока не стоит другой символ. Ну, вот из развития языка C и вот следующий язык C++, уже объектно-ориентированный, пришли вот такие комментарии. В C сначала их не было, но потом появились. То есть это срочный комментарий, он начинается вот с такого символа и идет до конца строки. Ну, про идентификаторы мы уже сказали, что прописные строчные буквы различаются. Служебные слова – это те слова, которые нельзя использовать в обозначении своем, в своих переменах. Их, как я уже сказал, в последнем стандарте 44, вы их видите сейчас, не значит, что их надо запоминать, запоминать отнюдь их совсем не надо. В процессе работы, даже сейчас, в процессе нашей презентации, в процессе нашего семинара, вы увидите, как они сами запоминаются, ложатся. То есть на практике они все запомнятся. А так, вот то, что есть сейчас на сегодняшний день. Более того, если вы даже попытаетесь каким-нибудь идентификатором, допустим, авто, назвать свою переменную, то, во-первых, компьютер вам этого не даст. Вверх сразу вы увидите, как он сделал это другим цветом. Ну, у меня цвета, использованные для Microsoft Visual Studio, поэтому Microsoft Visual Studio сделать сразу синеньким цветом. Поэтому это сразу будет видно. Ну, и чтобы долго не говорить, как бы с чего начинается изучение языка? Самый лучший способ выучить иностранный язык – говорить на нем, а самый лучший способ выучить язык программирования – начать писать на нем программу. Поговорим немножко о структуре программы. Как она должна из себя выглядеть. Программа на языке C должна быть оформлена в виде одного или нескольких текстовых файлов. Это простой текст. Даже не как мы набираем текст в редакторе Word, форматирование, указываем страниц. Нет, это простой текст. Это XT-текстовый файл, его можно набрать в любом блокноте. Хотя существуют и компиляторы, и соеды программирования, где очень красиво все набирается. Итак, что он имеет в себе структуру программы? Это директивы файл процессора. Здесь в основном идет определение каких-то возможно переменных и подключение библиотек. Тоже позже рассмотрим. Дальше в C обязательно главная функция. Она называется Main. Она может возвращать значения в окружающую среду, в какую-то операционную систему, которую ее вызвало, и какие-то значения принимать. Дальше идут, в общем-то, в фигурных скобках, открывающаяся и закрывающаяся скобка, идет блок. Это вся ваша программа. Здесь определение каких-то объектов, исполняемые операторы, вызовы функций. Как же выглядит программа, если на нее посмотреть? Вот идет директивы файл процессора. В двух словах это мы подключаем стандартную библиотеку ввода-вывода. Директивы include. Вот, кстати, она была включена в словах. Она включает библиотеку. И вот этот файл, он реальный файл, он находится на диске системы папок. Там размещены объявления всех функций. Таким образом мы их можем использовать. Вот в C, как я уже сказал, шикарная библиотека, уже готовая, написанная за нас. Уже много функций реализовано, чтобы мы не изобретали велосипед, не повторяли, не писали их сами. И мы используем C. Дальше вывода на экран, печати на экран. Сразу скажу, на курсе C классический. Мы работаем с консольными приложениями. Дальше развитие курсов уже программирование подвинулся. Дальше эта главная функция, о которой я сказал, это функция main. Мы ее пишем, ее название, тип. И дальше функция, она называется функция форматированного вывода. Это функция печати на экран, называется она printf, где в кавычках мы пишем, что мы хотим писать. Первая программа на языке C. В конце вы видите символ вот такой. Это, опять, их очень много спецсимволов, они все есть в документации. Это символ перехода на новую строку. И идет возвращаемое значение функции, возвращаемое значение 0. Все произошло, все нормально. Да, конечно, сейчас попробую. А ты, пожалуйста, вот процессор, мы говорим, что есть, да? Да. А вот если я пишу аппаратный, то, конечно, у меня программирует процессор, то, конечно, тоже это не надо писать? Нет, не обязательно. Если вы работаете, и есть регистры процессора, вы можете напрямую обращаться с регистрами и не писать. Да, здесь я написал include. Это для того, чтобы использовать функцию по интернету. Если я ее не напишу, я не могу ее использовать. Об объявлении функции мы сейчас с вами поговорим. Сейчас я хочу вам показать все это в работе. Ну вот она, первая программа. Здесь, правда, чуть-чуть она выглядит немножко посложнее. Давайте сразу. Значит, DFC++ – это сайда разработки и программирования. Здесь вы можете писать текст программы. Достаточно, видите, красиво все цветом выделяется. Здесь немножко добавлено. Сейчас я расскажу, в чем дело. И здесь вы можете набрать текст программы и сразу скомпилировать. Видите, compile and run. Скомпилировать и ее отправить на выполнение. Вот мы запускаем программу. Она компилируется. И вот она выводит то, что должна была выводить. Первая программа на языке C. Для продолжения нажмите любую клавишу. Это я в программе написал. Для продолжения нажмите любую клавишу. Нажимаем. И это уже пишет сайда, что за 13 секунд там работала ваша программа. Как мы написали? А мы написали, используя вот эту функцию System Pounds. То есть мы сделали паузу. Просто я запускал программу из сайды программы, и она сама делает паузу в конце. А если бы я ее запускал просто с диска, то она бы просто схлопнулась и все. Ну, быстро все произошло бы. Вот. И еще есть такая вот функция. Вы обратили внимание на конструкции. На занятиях мы детально все разбираем. Это для того, чтобы в этом окошечке, в котором вы видели, все писалось по-русски. Мы устанавливаем русский шум. Ну, это просто вот как вам, да, ознакомление. Вот. Так выглядит первая функция. Так первая программа, она работает. Вот видите, я рассказывал про программу, а все функции, 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 функции. То есть все это процедурный язык, вся работа и, в общем-то, ну, основа построена на функции. Поэтому мы переходим к основной теме. Это функции. Что такое функции? Функции – это самостоятельные единицы программы, которые разработаны для решения конкретных задач и которые повторяются в раз, самое главное. Функция – это подпрограмма, она может быть в основной программе, ну, в том же файле, где основная программа определена, расписана. Или может быть создана отдельно, вот в библиотеке мы подключали с вами функцию printf, это уже за нас создали разработчики. Или вы можете создать функцию, поместить ее в другой файл для удобства вашего проекта и в основной программе, в том файле, где основная программа, в основной программе ее использовать, эту функцию. Ну, сразу, чтобы по-простому, для чего это нужно? У вас текст программы, да, вот мы писали, если бы не было бы функции, писали, писали вот так с поршняком, да, и вот у нас текст программы, вывод, допустим, вывод на печать, а функции printf бы не было, совсем не было бы. Мы тогда бы ее должны были написать, то есть последовательность каких-то действий. А дальше нам где-то еще надо напечатать, где-то еще надо напечатать. И вот мы весь этот код огромный вытащили за собой, да, то есть нам надо в программе сделать какой-то блок вычисления, решить что-то, да, и это несколько действий. А эти действия, да еще с разными параметрами, нам надо вызывать в разных местах программы. Представляете, как бы раздувался текст программы, да, какой он бы был огромный и как неудобно, главное, было бы его исправлять, потому что впоследствии, обнаружив в этом коде ошибку, который повторяется много раз по тексту программы, вы должны были во всех этих местах найти их, исправить, да, не дай бог, исправляя где-то еще совершили ошибку, это неудобно. Более того, неудобно передавать такой код другим программистам, писать совместно, вот. Поэтому функции позволяют сделать программу более читабельным, короче и структурировать ее, структурировать ее. Функции позволяют, использование функции позволяет избежать дублирования кода, что упрощает опять отладку, как я сказал, модернизацию, исправление ошибок. Более того, одну функцию можно вызвать многократно с параметром, да, ту же функцию printf можем вызвать вот такой текст, можем другой текст. Можем вводить, поэтому, в общем-то, можем вводить какие-то переменные, дальше покажу. Поэтому без этого, в общем-то, никуда. И когда говорим о функциях, сразу возникают вопросы нисходящего, понятия нисходящего и восходящего программирования. Что же это такое? Ну, это там родное для функции. Нисходящее программирование – это когда большой сложный алгоритм разбивается на логические части. Каждая эта часть оформляется как функция и потом все собирается. Если части достаточно большие, они еще дробятся на функции. То есть не такой вот сплошняком у нас идет текст программы, идет, 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 идет. А у нас все разбито на функции. Также удобно работать нескольким программистам. Какой-то из программистов реализует эти возможности, эти функции. Какой-то программист реализует другие возможности. Потом другой программист это собирает, но и вот, конечно, она много сложнее. То есть как бы функция – это очень удобно и в совместной работе, и для восприятия большого сложного алгоритма. Особенно, когда работают разные программисты, им же нужно собрать все. И восходящее программирование, наоборот. Сначала реализуются небольшие функции, из них собирается сложный алгоритм. Восходящее программирование, допустим, мы знаем, что нам нужна печать, нам нужно обращение к базе данных, нам нужно то-то, то-то. Программисты пишут, мы тестируем эти блоки, а потом начинаем их собирать в одну какую-то задачу, которой это все нужно. Ну и язык C построен так, чтобы сделать функции максимально удобными и использование их тоже максимально удобным. Значит, вкратце о том, как это все работает, как функционируют функции. Значит, определение функции, то есть как мы пишем, что делает функция. Значит, основная форма определения, мы должны указать тип функции, которые она возвращает. Тип – это тип значения, которые функция возвращает, то место, откуда ее вызвали. И список параметров, которые принимает функции. Вот вы видели нашу функцию printf, какой был параметр – текстная строка. Дальше тело функции – это, собственно, та часть, ограниченная фигурными скобками, в которой вы размещаете ваши операторы, блоки, то есть вы делаете то, что вы делаете. Списк параметров состоит из типов и их параметров, разделенные запятыми. То есть в C жесткий контроль типов, обязательно нужно указывать тип. Тип int означает integer – целое число. То есть вот целое число x, целое число y. И float означает число с плавающей точкой, запятая. Вот такой пример – это как бы заголовок функции. В C, вы уже видели, на примере функции printf есть оператор return. Турн – это возврат, и он возвращает значение. Что делает этот оператор? Он осуществляет немедленный выход из функции на начало. То есть вот из этой точки мы вызвали функцию. Там она сделала, напечатала на экране. Мы вернемся опять сюда и будем выполнять следующий за ней оператор. И возвращает, собственно, значение функции. Ну вот пример определения функции. Давайте сразу на деле. Функция нахождения максимального числа из двух. Переменные какие принимает? Это формальные параметры, с которыми она будет работать. Переменные a, переменные b. И вернет она как раз максимум из них. Мы даем ей какие-то переменные, она возвращает. Внутри функции мы вводим переменную m. Это и будет наш максимум. И, кстати, очень хорошо, что функции некоторые скрывают в своей подробности работы. Тому, кто будет пользоваться функцией max, необязательно знать, что там какие-то внутренние переменные. И чтобы не забивать личную голову. И дальше мы смотрим. Вот, кстати, оператор условия. Тут же по ходу дела. Если a больше b, мы максимуму нашему присваиваем значение a. Обращая внимание, равняется в c это присвоить. То есть это не m равно a, это значение m присвоить значение a. А. Иначе значение m присвоить значение b. И мы возвращаем значение max. Ну и, естественно, можно написать эту функцию без использования дополнительной переменной. И c это позволяет. Смотрите. Мы пишем оператору условия. Если a больше b, мы сразу возвращаем a. Мы вышли наружу. В то место, где функцию вызывали. А если мы... Иначе мы спускаемся дальше. Оператор else иначе. Мы возвращаем b. Все. То есть нам дополнительные переменные не нужны. Как вы думаете, можно еще как-нибудь упростить, да? Тем, кто слушает наш по вебинару. Все слышно, да? Как вы думаете, можно еще как-нибудь упростить? Это можно не упростомить. Можно еще, короче, убираем else. Ведь отсюда мы сразу выходим на верхний уровень с функцией. Если это не выпрыло, тогда мы идем сюда, возвращаем b. Ну я возвращаю b, если равны. Видите, здесь строгое неравенство. Если они равны, все равно, что возвращать. А можно еще, короче, мы сказали, что c очень лаконичный язык. Есть такая операция, условия. Как она работает, как ее читать. Вы в условиях, в скобочках записываете условия, дальше идет знак вопроса. И вот если это условие истинное, то функция возвращает вот это значение. Если условие ложное, то функция возвращает вот это значение. Видите, какой короткий язык, да? Вместо вот этого, вместо целой функции, мы получили, как оказалось, вот такую коротенькую строчку. Функции могут не возвращать значение. То есть, допустим, функция что-то делает, печатает там линии на экране. Вот, кстати, вы здесь видите цикл for, который означает от равном нулю до 80. Плюс-плюс означает увеличение на единицу. Такая операция. Можно было написать и присвоить и плюс один. Но мы пишем плюс-плюс, так как есть в языке c. И c плюс-плюс называется c плюс-плюс. Мы печатаем какой-то символ. Мы указываем в командной строке. Кстати, вот эти символы, это значит, что здесь будет подставлено, вот сюда, где процент s, c, подставлено вот это переменный символ. Видите, c это символный тип. То есть здесь будет какой-то символ, буква. И она эту букву, звездочку или минус напечатает линию. Функция, она принимает, что печатать. Но возвращать, в принципе, она может ничего не возвращать. И до этого есть ключевое слово void, то есть пустая. Может не иметь параметров, не возвращать значение. Классический пример, когда мы разбили функцию. Вот то, что я вам сказал. Сложный алгоритм разбивается просто на куски. А этот кусок кода, он может, ну, не зависеть от чего. Просто какая-то последовательность одинаковых операторов. Функция не должна ничего возвращать. Но вот нам удобно, что это будет отдельная функция, и мы ее вызывать будем много раз. Просто одну и ту же последовательность. То есть она описывается так, пустая и пустая. То есть ничего не принимает, ничего не возвращает. Но что-то делает, да? Вводит какой-то логотип, который всегда основной, да? Вводит какой-то запрос, который... Ну, запрос, конечно, нужно отвечать. Итак, вызовы функции. Значит, то, что мы передаем функции, вот то, что мы пишем, когда определяем функции в круглых скобочках вверху, это фактический аргумент. То есть формальный аргумент. Это переменные вызываемые функции. Мы с ней работаем. А фактический аргумент – это то, что мы реально передаем. Вот как мы можем вызвать функцию max, да? Нашу максимальную. a1, b1. То есть где-то в программе определены переменные a1, b1. Они там чему-то равны. И мы функции max говорим. Определим, что больше. a1 или b1. И результат записываем в переменную m. Видите, да? Понятно? Ну, достаточно все просто. И можно не обязательно переменные. Можно записать конкретно цифры. Ну, цифры, понятно, мы и на глазок видим, да? Это простой пример, что одно больше другого. Но, тем не менее, можно написать цифры. Дальше. c – такой язык, где до использования функций в программе их обязательно объявить. Помните, я вам сказал, что функцию вы можете вообще написать в другом файле. Но если вы используете функцию до того, как вы ее использовали, например, в этом файле, вы должны ее объявить. Заявить, что она есть такая. Какая она? Это называется declaration по-английски или еще есть такое понятие прототип. Вот, кстати, в этом файле, помните, там был файлик, да? В нашей программке, в первой программке на языке C. Вот файли. Вот там как раз все эти прототипы. Там прототип функции printf, а функция, она уже определена в другом файле. То есть это объявление. Это правило языка C. Без этого не пойдет. Компилятор выдаст ошибку. Как мы должны объявить функцию до ее использования? Мы должны обязательно указать тип и все формальные параметры. Причем в объявлении нам не обязательно писать A, B, C. Языку на этой стадии не важно будет это знать. Важно знать, сколько переменных, их последовательность и какие типы. Это все связано с тем, что он купилирует, отводит память для этих переменных. Два этих объявления, как вы видите, они абсолютно равносильны для объявлений функции. А когда мы определяем, да, мы обязаны знать, мы же работаем вот с этими A, B, C. Когда мы тело пишем функции, определяем. А когда мы просто объявляем для правильной компиляции, достаточно вот такого объявления. Ну и пример, давайте уже рассмотрим. Пример функции уже целиком программы. Значит, вот мы подключили библиотеку объявления библиотеки ввода-вывода, там функции printf. Дальше это функция вычисления квадрата числа. Ну, конечно, есть такая функция вычисления степени в стандартной библиотеке. То есть мы просто используем для примера. Мы объявляем, вот он прототип объявления функции. Функция возвращает значение типа float, это число с плавающей точкой. Вот. И принимает в себя значение A. Вот квадрат этого A и мы вычисляем. Мы открываем программу, пишем, объявляем, что у нас есть переменная, присваиваем ей значение. И дальше, смотрите, мы можем функцию сразу использовать в функции printf. То есть мы пишем форматную строку, что нам программа выведет на экран. Вот вместо этих символов, это значит число с плавающей точки, она подставит переменную. B вместо этого символа она поставит то, что вычислит функция. И напишет нам это на экране. А тело функции, видите, определено чуть позже. А могло было быть вообще в другом файле. И файл бы этот собирался в проект. Ну, о проектах, конечно, мы показываем все, рассказываем на занятиях, как это собирать. А это уже описание или, другими словами, определение функции, где есть само тело функции, что оно и делает. Давайте посмотрим ее в действии. Да, ну, напоминаю, да, это я, чтобы печатали русские буквы. Обратите внимание, здесь я еще в формате, в C указывается вот такая вещь. Ну, мы сейчас, конечно, быстро обзор на это все говорим. 4 и 2, это значит, число будет состоять из числа из четырех символов и два после запятой. Формат вывода не там, чтобы она вывела 10 нулей. Или, допустим, у нас число, ну, с округлением нам будет, там, как число пи, да, там сколько-то знаков после запятой. А мы хотим, как бы, округлить ее до двух. И вот здесь делаем такой формат. Но здесь, поскольку побольше 5 и 2. Причем точка учитывается. Сейчас мы запустим этот проект. Ну, вот вы видите, квадрат числа 5 и 2 равен 27.04, да, то есть она посчитала и вывела по моему формату, как я указал. У нас 4 символа. Раз, два, три, четыре, пять, точка, два и ноль на это число. И у нас, секундочку, 5 символов на второе число. Кстати, вот видите, она подсказывает, как определена функция printf там, в стандартной библиотеке, да, видите, здесь указатель на строку, ну, это все еще впереди будет рассматриваться, особенно, кто будет дальше у нас учиться на курсах. И вот это вот CDECL, это, как бы, конвенция стандартного соглашения. Конвенция вызова функции, это исторически принятое соглашение для C. Ну, детально об этом рассматривать, как бы, уже не тема нашего семинара, достаточно короткого. Вот, вот мы посмотрели эту функцию в действии. Здесь вопросы, какие есть, более-менее понятно, да, то есть, как бы, ну, такими быстрыми стрейхами. Вот как используется. Объявили, использовали. Если бы мы определение функции писали выше, то объявлять уже было бы ее не обязательно. То есть, именно вот этот блок поместили сюда. Ну, я сразу показываю, как сделать разные файлы. Еще один момент, который хочется рассмотреть, это способы передачи аргументов функциям. Как мы передаем аргументы и как мы это передавали до сих пор? Мы передавали по значению, да, то есть, вот если взять функцию max. Да, вот наша функция max, мы передавали по значению. Сюда, сюда передаем значение, сюда передаем значение. Или, если взять нашу функцию, ну, эскорер, вот, мы передавали по значению. Мы могли бы здесь написать, там, какая-то еще переменная, равняется эскорер от b. То есть, мы передавали значение b. Вот здесь у нас переменная b. Это фактический фораметр. Мы передаем ее функции. А функция внутри уже подставляет b в а и работает с ней. Но в таком случае мы никак не можем повлиять на b. То есть, если я здесь не пишу а присвоить там какое-то значение, да, правилами все операторы заканчиваются точкой спидой на фонитарном, может быть не сказать, то на результат это, конечно, повлияет, да. У нас не степень будет, а что-то другое. Но переменная b от этого не изменится. То есть, посчитает-то она неверно, поскольку а будет другой. Она будет все время считать, грубо говоря, 12 в квадрате. Правильно? Какое бы мы ни подставили ей значение, мы его забиваем. Но b это останется у нас 5,2. b у нас не поменяется. Это все внутри функции. То есть, это первый способ. Что он делает? Он копирует содержимое аргумента в формальный параметр, и изменение сделанное в параметре не влияет на значение переменной использования. Понятно, да? То есть, мы там можем этой переменной присвоить какие-то значения, по ходу дела уж не знаю, зачем. Но оно не скажется на параметры. То есть, оно, конечно, не собьет нам программу. А то, представляете, мы запустили, хотели вычислить квадрат b, оно нам мало того, что неправильно, допустим, здесь какая-то ошибка неправильно посчитало, да ну еще нам переменную b сбыли, да? То есть, это вообще был какой-то нонсенс. Ну, а есть ли у нас такая задача, когда мы хотим все-таки изменить, когда нам надо изменить эти значения? Более того, вы видели, что функция возвращает одно значение, а если нам нужно, чтобы функция поменяла наш блок функции, это же тоже как-то блок программы. Это не обязательно функция вычисления квадрата, да, это похоже на функцию. А если это целый блок большой, просто называется все функция, и все не практикуют слово процедура, и под программу все функции. А если нам нужно изменить несколько перемен, да, то здесь гораздо сложнее. Функция возвращает одно значение, а нам нужно опять классическое решение квадратное уравнение, да, там же два корня, ну, если поменять школьный курс. Ну, может быть два, может быть не одного, может быть один, ну, в смысле два равных, да, на значение одно. Ну, может быть и два, как получить два? Пси – второй способ передачи по указателю. В данном методе мы копируем, вот как я сказал, мы здесь разбирали, копируется содержимое аргумента, формальный параметр функции. Здесь мы копируем не значение, а мы передаем функции адрес. и говорим функции, ты, пожалуйста, по этому адресу, ты там сделай с перемен, ну, то, что ты должна сделать, и по этому адресу положи другое значение, если так совсем проще было. То есть под программой используется адрес для доступа к аргументам. Тогда получается изменения, которые мы сделали, они влияют на содержимое перемен. Мы передали не переменную, мы передали адрес. И функция по этому адресу меняет значение. Как это работает? Ну, вот она, хочу напомнить, ну, наверняка знаете из школьного курса решение квадратного уравнения. Квадратное уравнение имеет стандартный вид, а плюс bx плюс c равно нулю, где x неизвестная какая-то переменная, в общем, нам и надо найти корни, а а, b и c заданный коэффициент. Причем они равны нулю, иначе уравнение будет линейный квадратный. Мы должны вычислить дискриминат. Вот это, кстати, будет внутреннее дело функции. Я должен функции сказать, что а, b и c, и реши-ка мне квадратный уравнение. Все. А то, что там дискриминат, то, что там вычисление корней, еще надо проверить, что он не отрицательный, иначе корень из отрицательного числа не получится у нас. Мы про комплексные числа сейчас не говорим. Поэтому у нас допускаем, что предполагаем, что по и d меньше нуля, а уравнение не имеет решения, мы здесь никакие комплексные числа не рассматриваем. И главное, смотрим задание, которое у нас тут должно быть. В программе использовать функции, обеспечивающие решение квадратного уравнения. Возвращаемое значение функции информация о корнях уравнения. Функция должна сказать нам, у нас получилось два корня, у нас получилось один корень, у нас получилось ноль корней, и уравнение не имеет решения. Бывает такое сочетание коэффициентов, посмотрим, при котором уравнение не имеет решения. И функция, как видите, здесь последний комментарий, должна быть реализована проверка корректности исходных данных. То есть, если данные не верны, ага, функция нам должна еще и минус единицу вернуть, вместо вот этого, да? То есть, нет корней, ни нет корней, ни уравнение не имеет решения, а данные мы ввели неверно. А когда мы введем данные неверно, а если мы равно нулю ввели, это же не квадратное уравнение, это же другая тема. Вот. Поэтому посмотрим, как это реализуется на практике. Функция решения квадратного уравнения. Ну, во-первых, не будем изобретать велосипед, функция вычисления корня, она есть в стандартной библиотеке c-mat-h. Правда, в новом стандарте уже идет другой файл, там, tg-mat, ну, это один из 5 тем для разговора. Ну, опять, функции ввода-вывода нам пригодятся. Ну, и здесь я в конце другой способ использую, чтобы сделать задержку, чтобы программа сразу не завершалась. Давайте обратимся к нашей функции. Назовем ее квадратик-эквейшн, ну, я ее назвал, видите, квад-эквейшн, ну, сокращенно, чтобы длинно не писать. Вот. Она возвращает целочисленные значения, как у нас и есть по заданию, вот 1, 2, 3, минус 1, целочисленные тоже может быть значение с минусом. Дальше. Она принимает a, b, c. Для разнообразия я вам здесь пишу double. Double – это тот же число с плавающей точкой, только двойной точностью. То есть, если есть float, а double – это в два раза больше. Float – 4 байта, double – 8 байта. Еще long – double – 16 байта. Но, опять же, все это еще зависит от разрядности процесса. Вот. И обратите внимание, что здесь мы написали. Вот это самое главное. А здесь-то мы написали операцию, звездочка, если вы видите, да. Операция звездочка – это она еще называется ссылка по указателю в Indirection или операция разыминования. То есть, мы, применяя ее к указателю, к адресу, получаем объект, на который он указывает. То есть, мы сюда будем передавать не переменную, а адрес. А с помощью звездочки мы будем получать по этому адресу доступ к этой перемене. То есть, это будут наши корни. Функция, когда отработает, она поменяет. Она по этим адресам запишет корни в управлении. Сейчас увидим это в главной программе. Мы пишем, что у нас есть дискриминант. Это, кстати, внутреннее дело функции. Здесь ничего нам не нужно. Дальше пишем, если а равно нулю, мы ее передали, мы сразу, уравнение не является квадратным, мы сразу это убираем. Возвращаем минус единицу. Дальше считаем дискриминант. Дальше считаем, если он меньше единицы, меньше нуля, извините. Возвращаем ноль, как и было в условии задачи. Нет решения. Видите, как я пишу комментарии, чтобы потом, опять вы тоже стиль хороший программирования не вырабатываете, чтобы потом вы помнили, а то вот так на код глянешь, что, господи, это такие простые формулы. У меня в научной работе решала систему дефициальных уравнений полета летательного аппарата, там же уравнение. Вот. И там так сразу-то не вспомнишь, если через какое-то время глянешь. Вот. А дальше, видите, мы что делаем? Мы считаем корень 1 и корень 2 и по адресу в значение мы записываем то, что посчитали, то есть новое значение. Дальше мы сравниваем значение переменной x1 по адресу и x2 и смотрим, если они равны, то есть, если они не равны, вот это все называется значок неравенства, не равно, то мы возвращаем 2,2 корни иначе 1. Понятно более-менее, да? Хорошо. И теперь как функционирует программа и мы подзанавис ее запустим. Значит, программа объявляет переменные abc, это уже фактический параметр в программе и объявляет вот они наши корни x1 и 2. В программе дополнительный параметр вводим n, число корней, но в принципе его можно и не присваивать ему значение, можно, в общем-то, обойтись без него. Если сразу подставлять функцию, это не очень удобно. Дальше есть функция fc, я для разнообразия вам указываю функцию puts, которая в отличие от printf просто выводит страху. Если printf, помните, она выводила, там можно переменные вставлять в форматную строку, можно, мы писали там вот этот процент s, процент f, а здесь просто вывести страху. Дальше функции scamp, scamp, это функция считывания с экрана, здесь я организую ввод наших переменных с экрана. lf, это означает, что принимаются числа double, двойной точности. Если было просто f, это float. И обратите внимание, функция scamp, она тоже использует адреса, ведь она должна нам изменить значение трех переменных, a, b, c, да, и тоже идет по адресу. Вот эта операция, этот значок называется ampersand, это операция, которая дает адрес перемен, это операция получения адреса. И смотрите, как работает наша функция. Мы передали a, b, c, она их никогда не сможет поменять. И передаем адреса наших корней уравнения. Пока там ничего не лежит, но мы могли бы, конечно, написать. Дальше оператор выбора switch. Такой оператор, можно, конечно, пользоваться if-else if-else но здесь if-else if-else очень, как вам сказать, очень крутить надо. Оператор какой хорош. Значит, мы даем ему значение n и дальше, если n минус 1 сделать то-то, если n 0 сделать то-то, если n единица сделать то-то. Ну вот мы пишем, уравнение не является квадратным, уравнение не имеет аишени, уравнение имеет два одинаковых корня, выводим, ну, одно число, зачем нам два выводить одинаково. Уравнение имеет два корня, выводим это число. Ну и в конце вот для чего нужно было тот файл, для функции gets std.h для завершения работы нажмите любую клавишу, ну, другой способ паузы. То есть главное, что мы, видите, как мы использовали функцию, то есть функция нам вернула по условию нашей задачи вообще что произошло, получились у нас коры линии, нет, имеет ли выражение решения, уравнение решения или нет, является в нем квадратным или нет, и в эти перемены она записала нам значение, то есть x1 и x2 здесь поменялись. Давайте посмотрим, как работает. Вот она программа, она вся собрана, видите, я функцию сразу определяю, то есть объявление уже не нужно. Сразу определяю функцию до ее вызова, определяю переменной, ну и дальше все, что вы видите, давайте посмотрим, как она работает, запускаем программу на выполнение, она говорит, введите в одну строку коэффициент, но чтобы проверить в уме, давайте сделаем так, давайте введем простые коэффициенты, чтобы в уме проверить, правильно она считает или нет. Она выводит значение уравнения, имеет два корня, x1 равно единице, x2 равно минус 7, ну да, если, может быть, из школьного курса, может быть, помните, была такая ТМ-Биета, что c это, если а равно единице, то c это произведение корней, а b это сумма с противоположным знаками, ну вот 1 минус 1 на минус 7 это будет 7 и сумма будет минус 8. То есть, знаете, я так, что вот так наша функция работает, а это уже своя программирование нам подсказывает, сколько секунд работала программа, чтобы на приложение нажать любую клавишу. Вот так работает наша программа. Как? Более-менее понятно? Да, ну да, ну понятно, детальное изучение тоже мы, конечно, ждем на вас на наших курсах, но вот основу функции такие, связанные с объявлением, объявлением, вот, ну и в общем-то из x2 он достаточно открытый, нажмем control, мы можем посмотреть, как объявлена функция printf, как вы думаете, что я открыл, а это вот этот файл, что делал, и вот, что там находится, вот она наша функция printf, вот и объявление, да, то есть, c открытый для вас, то есть, вы можете сейчас видеть, как написано, знаете, есть такая фраза, сам c написан на c, вот, и вы видите функцию printf, ну и, естественно, можно посмотреть, как там расписано, вот, то есть, вот я, видите, всего лишь нажал, нажал клавишу control и навел на функцию, и показалось, могу то же самое сделать с функцией scanf, она недалеко от функции printf, ушла, видите, shift s, scanf, и так далее, в общем, вариации всякие, вот, возвращаемся к нашей презентации, вот, ну вот, вкратце об использовании функции, ну, если аккуратно все пользоваться, конечно, c можно делать достаточно мощные и большие проекты, c, он универсален, еще раз повторюсь, если на некоторых языках можно сделать, ну, такие как c, плюс шарп, можно сделать некоторые вещи быстрее, и, то же сравнивая с mc с visual basic, то на c, в принципе, можно сделать все, просто некоторые вещи сложнее, некоторые вещи проще, но как породить языков, это азбука программирования, и после него вы можете уже расширять кругозор, учить любой язык, он будет легче, проще, вот, и главное, это, это, долго не изучать вот все вот эти вот ключевые слова, как я вам сказал, да, пробовать писать простые программы, от простым к сложным, оно все нарабатывается, не надо пытаться сесть и выучить эти все ключевые слова, не надо пытаться сесть и выучить все вот эти спецификации функций по интернет, да, то есть в процессе работы, как вам будет понадобиться, всегда можно обратиться к документации, кстати стандарты языка, они бесплатно в черновом варианте выложены в интернете, можно читать, но они там такие 500 листов, очень большие, вот, и очень проще пользоваться учебниками, вот, есть ли какие вопросы, вот, ну, много всего, но понятно это, для контроллеров, для контроллеров, скорее всего, вам придется пользоваться регистрами, то есть в СИИ есть вызовы регистров, и, ну, я могу информацию, сейчас я дам координаты свои, можете написать мне, пожалуйста, запрос, вот мой e-mail, викторкачев, специалист.ру, можете написать, я вам дам, я могу дать кратку информации, там, символ подчеркиваний, AXBX, то есть регистр процессора, они, к которым вы обращаетесь, они, есть в СИИ, вы можете висеть в СИИ, на прямую, ведь СИИ был придуман, как замена языка ассемблера, и оно все есть, то есть вы можете на прямую обращаться к ним. Я могу вопрос, на том, что в процессорах, так как правильно, нет, что это, если там есть чар, допустим, с ним было подлинное, то функция уже меньше занимает, чем это, В смысле, еще раз, чар, мы же там, уменьшим байт, да, он байт. Если в контролях, хочется написать, какими, допустим, переменится, то, если там же мало, понятно. Ну, да, 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 ну, в контролях, вы скорее всего пользуетесь, именно это за память, вся идет стэк, вот, кстати, разговарив о функциях, я немножко упомянул, вот, помните, я говорил, седекл, да, сейчас вернусь к этой программе, где у нас принтэкл, 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 вот, принтэкл функция, вот, седекл соглашение, вот, есть, седекл, это когда, значит, аргументы функции передаются через стэк, передаются справа налево, и размер этих аргументов, которые меньше 4 байт, все равно расширяется до 4 байт, чистку стэка производят, как бы, вызывающие программы, вот, и у нас еще получается код пролог, который перед вызовом функции, он должен сохранить значение всех регистров, вы наверняка будете работать с регистром, записать стэк функции, потом восстановить значение регистров, и так далее, это вот классическое и снижное, но, если вы пойдете дальше использовать C++, то там как раз вот функция, тут у нас все в стэк попадается, в память, есть вот не cdecal, а есть dscal и fastcal, вот dscal там добавляется в C++ указательный объект, а вот fastcal, там идет передача через регистры, вот, и там как раз вашу переменную разложить на регистр процессора, то есть как бы, то есть как бы, обращение намного быстрее к регистрам, чем к стэку. Вот информации очень мало, про аппаратные причины. Да, по аппаратным, к сожалению, очень, очень мало, и... Но по работе нам нужно именно аппарат. Да, 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 ну, напишите мне запрос, там, фамилия, отчество, вылить на каком-то вебинаре, я вам некоторой информации, понятно, там я письми не научу вас, да, это как бы, это все курсы, вот, а там некоторой информации, литературу, да, я вам скину, что вот именно по вот аппаратным, по некоконтролям, конечно, в двух словах за 45 минут не объяснишь, поскольку сначала, да, сначала вам рекомендуется синтексис языка Си, и вот, то есть как бы, ну, то, вот, А плюс Б, азбуку, как работает Си, а потом уже переходить уже в вашу тему, то есть вам не надо, допустим, там будет идти в какую-то графику программирование там, а вам идти чисто уже на, как бы, вы будете использовать именно вот эту, как сказать, низкоуровневую часть языка Си, то, из чего Си пошел, он же, Б такой, да, Си, вот, то есть, ассемблер, Б, а потом вот сделай, ну, ABC, да, сделай Си. можно его использовать и в программном обеспечении. Да, 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 у меня был опыт, когда мы из Си писали интерфейс, тогда было на MFC оболочек, то есть, ну, окна, меню, это все было интерфейсное под Windows, а обращались непосредственно к плате, которая стояла в системном блоке, и плата там, работы с поированиями, то есть, как бы, то есть был, в Си был встроен, вот это как раз, кстати, в Си можно встраивать куски ассемблера, вы можете написать в тексте там программа, да, то есть, есть такое ключевое слово ASM, дальше открыть фигурную скобку, видите, Си сам закрывает фигурную скобку, и дальше, пожалуйста, обращайтесь к регистрам процессора, пишите в них значения и так далее, то есть, это как бы, ваши права, ваши права. Да, то есть, вы, вы, все, вашу программу, все просто встраивайте ассемблерную вставку, и все, прошли, а можете из самого Си, ну, здесь, конечно, не совсем, это я уже написал так в стиле Си, конечно, как используется регистр, то есть, можете без ассемблерной вставки из самого Си обращаться просто к регистрам, то есть, ну, это, да, это отдельная тема для разговора, да, да, и вы уже, ну, понятно, что в Си делается одной функцией, да, скант, да, вот мы сделали это на ассемблере, это будет такой очень, 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 очень большой, так сказать, это будет очень. Так что все сейчас современные сканеры, которые эти манютные, все, конечно, на Си, да, да, то, что сейчас раньше не было, то, что сейчас сканеры, что и коды, гипермаркеты, это же все на Си написано, да тоже, да, да, тоже, как в свое время мы настраивали 1С для работы с кассами, аппаратами в нулевых годах, Это все изначально пишется на низком уровне программирование, все ассемблеры, а потом уже. И все, пожалуйста, вам никто не возбраняет делать эти вставки. По-насу тоже писали. Что? По-насу тоже писали. Да, да, да. Миропер разучился. Потом, когда все изобретены, я говорю, успех, в общем-то, он был настолько успешен. Я, в свою очередь, выбрал его. Почему? Потому что мне нужна была и интерфейс, и графика, и математика. Когда в свое время был, Fortran считался эталоном математики. Но графика и все остальное, и системные вещи мне показались там неудобно. Для научной работы я выбрал именно C, и, в общем-то, в процессе работы на научной работе улучшались знания C. Ну, тогда это... Ну, естественно, начал C, достаточно быстро перешел на C++, потому что очень удобно было пользоваться объектами. Вот, все есть структуры, мы тоже рассматриваем их на наших занятиях, вот. Ну, это C, это вообще основа. Да, 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 C, это основа, поэтому C, это азбука, это основа основ, основа всего, вот, всего, 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 в программировании. Это как бы то первые шаги, вот, начало, вот, многое написано на C, более того, можно... Есть такое понятие, код C можно получить обратный код на ассемблее, да, также можно программой, в принципе, с помощью специальных инструментов получить обратный код на C. Вот, тот же C++, он написан на C, тот же C-sharp, он изначально, ну, написан на C++, но изначально написан на C, то есть начиналось-то все с него, и, видите, языку уже почти 50 лет, а, ну, сейчас 2019, а он 72, да, через 33, 47. А он еще покулярен и еще спрашивает, еще программисты на C даже, в общем-то, требуется, вот. Наши курсы есть классические на C, вы сейчас видите это на экране, классика, вот, ближайшая группа 22-го стартует, вот, и у меня ближайшая группа при Амире, ну, если у кого-то есть, конечно, есть, слушающих на вебинаре, и спасибо тем, кто здесь, и тем, кто слушает на вебинаре, вот моя группа C для школьников, да, там, естественно, попроще, но тоже, поскольку у школьников используются задачки в ЕГЭ. Да, да, у школьников есть задачки ЕГЭ, которые, задача, написана программа на пяти языках, там, правда, C++ сейчас в основном, то есть это алгоритмический язык, просто словами, начало, конец, object Pascal, Python, C++, и найдите ошибку в программе или переделайте алгоритм, но реально есть задачки, вот поэтому это, 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 это есть, это используется, это нужно, поэтому это тоже имеет место быть. Так, сейчас, секундочку, у меня на вебинаре спрашивают, сейчас попробую загрузить, презентация, вопрос на вебинаре, какую литературу, сейчас я открою список литературы, вот есть такой, но это я, там, то, что ЕГЭ касается, не обращайте, это я для школьников, кстати, делаю, вот у них есть эти задачи. Вот, ну, есть книжка хорошая, она от автора Кернигена и Ричи, она сейчас вышла во втором издании, второе издание, в ней учитывается стандарт C11 и все, что начинается с него, то есть, как бы, было первое издание, у меня еще есть ксерекс первое издание, желтая страница, ксерекс 80-х, когда я еще учился, вот, в школе, вот, вот такая книжечка, там хорошо доступно написано, более того, это книжечка от самих авторов языка. Перевод хороший, я пробовал, иногда и на зарубежной книжке, перевод, очень много зависит от перевода, перевод здесь хороший, читается хорошо, вот, вот такая книжка. Есть стандарты языка, их можно, вот, видите, драфт, это черновик, в принципе, они есть в открытом доступе, но читать их очень тяжело, новичкам, там, 500 листов документов, вот. Вот, если хотите поупражняться, примеры, задачки, вот есть такая наша неплохая книжка, 100 примеров на C кольцов, есть примеры на C, есть примеры на C++, вот, ну, вот, а так, в принципе, литература достаточно много, вот, ну, вот, вот, вот эта книжка, она хорошо написана. Так, ну, надеюсь, Леонид, я ответил на вопрос, да, а это касается курса школьников, вот, если кто заинтересовался, так, литературу, в принципе, очень много, будете выбирать, просто посмотрите, полистайте книгу, как, начните читать ее в магазине, и вы сразу почувствуете язык, стиль, потому что она, проблемы перевода, проблемы, когда, ну, разный, Кому-то человеку подходит один стиль, к другому не подходит, вот, поэтому, как бы, книжка, ну, вот, я говорю, вот эта книжка, ну, как бы, основа, вот, ну, если вопросов нет, тогда спасибо вам за внимание, сейчас я верну эту презентацию свою первую, еще разочек, так, кстати, вот могу показать, как себя выглядит, сейчас, ну, вот, как себя выглядит официальный документ, это стандарт C11, ну, и вот, стильный курсок, сколько страниц, вот, поэтому, вот, если вот талон, кстати, он, алфавит языка, ну, я делал выдержки, скачивал, ну, то есть, если это удобно читать, еще в русском, я что-то не делал формате, еще в англоязычном, то да, но для начала, конечно, еще в англоязычном формате, это, извините, читать, достаточно тяжело согласить все, потому что неудобно, а так сидите, он еще вот в теме, в силе, в действии. Презентацию, еще раз хочу напомнить, если что, мои контакты, если появятся потом какие-то вопросы, вот, мой адрес, пишите, звоните, телефон-центр, мой адрес, вот, поэтому ждем вас на наших курсах, что? Вы, да, если кому интересно, можете прямо написать мне на запрос, я попозже в кабинете выложу презентацию, но если интересна презентация, можете написать мне на e-mail тоже, вот, слушатель такой-то, курс такой-то, вот, был у вас, могли бы выставить презентацию, ну, или любые другие вопросы, материалы, пожалуйста, можете писать на e-mail, я вам вышлю, да, если хотите, так что, ну, тогда, если вопросов нет, спасибо тем, кто у нас на e-mail, вот, спасибо всем, надеюсь, было интересно, ждем вас на наших курсах и пишите, жду вашу, жду вашу обратную связь. До свидания, всего хорошего, успехов вам, хорошего вечера.